приветствую всех моих гостей кто ко мне на канал зашел с вами полина сегодня видео будет можно сказать экстремальная ну скажем так ситуация экстремальная у меня есть пару подносов которые находятся вот в таком ужасном состоянии ну я в двух словах только скажу почему а у меня хотя это и не важно любые ситуации могут случиться у людей у меня я говорила был ремонт мне некогда было заниматься особенно я переливала за не доливала и они у меня росли не так как обычно ухоженные и красивые вот и много пришлось выкинуть деток и листиков потому что они просто погибли а вот то что осталось я буду спасать у меня есть одно видео где я уже говорила и показывала как я работала с листиками которые давно не давали давно росли уже и не давали деток вот а это уже или такие же листики или листики которые уже пропали дали детку но это все было очень давно сейчас я вам скажу когда я это все сажала а на некоторых я не писала потому что мне тогда тоже некогда было но я знаю что это было практически все в одно время посажено вот видите апрель 28 апреля двадцатого года или мы за все было весной двадцатого года март или летом июль и июнь июль август вот в это время и вот эти подносы у меня находятся вот в таком плачевном состоянии все детки листики и вот я сейчас буду вам показывать как я буду их спасать но я вас сразу говорю что видео коротким не получится потому что будут разные ситуации и разные детки листики когда надо будет показывать что я делаю и как вот я вам например скажу посмотрите вот когда вот такие вот мини надо будет пересаживать это одно дело а когда вот такую отсаживать детку это совсем другое дело поэтому или вот такая детка которая побелела покраснела от стыда за меня вот и я сейчас буду это все вам показывать делить видео на две части я не стану потому что это неправильно я считаю что надо все показать в одном видео у кого нет достаточно времени посмотреть все сразу ну можно остановить и потом продолжить просмотр так что вот давайте сейчас начнем что я буду делать вот у меня есть такое удобрение которое показывала уже год назад наверное это очень как говорится сильное и хорошее удобрение и к весне она то что нужно и есть у меня еще вот такое вот средство от вредителей в частности от мучнистого червяца и почему я это хочу использовать ну потому что они стоят очень долго у меня эти детки и листики и у меня нет времени проверять есть там что-то или нет я решила просто что я буду пересаживать и прополаскивать корни в растворе вот этого и вот этого вот я приготовила две емкости в которых я буду полоскать корешки значит это я развожу на одну чайную ложку на галлон это почти 4 литра и вот этот вот этот химикат тоже я развожу одну чайную ложку на галлон вот два горшочка но без дырочек конечно с рыбным раствором и а с этим химикатом и я конечно буду менять эту воду это растворы эти потому что концентрация упадет и нужно будет опять свежий добавлять раствор ну на пару растений хватит ну вот первое что я делаю вот я вам покажу это было 1 июня двадцатого года посажено посмотрите это конечно зрелище такое не судне для слабонервных скажем но даже вот что я хочу сказать даже если я не дай бог обнаружил мели багс ну вот эти вот мученистый червец в каком-то горшочке то это никакой опасности не предоставляет для остальной моей коллекции потому что они стоят все на нападу но на поддонах как вы видели и я и они никак не соприкасаются с другими с моими а потом все что я сегодня буду использовать я протру спиртом ну вот что я делаю значит я вытрясла все в эту в коробку чтобы мне здесь не очень много мусора было на поддоне потом я беру вот этот вот с химикатом и вот так вот прополаскиваю корни вот я вижу что ничего здесь нет но все равно нужно это делать чтобы я потом не думала есть нет это мне не нужно вот а потом в рыбном растворе в этом удобрение после пересадки я же не буду удобрять как минимум месяц а им это нужно и потом вот это вот вся земля все смоется это мне моя подруга подсказала и это очень я как уже говорил я и сто процентов доверяю поэтому я делаю все что она говорит мне вот значит я промокнула вот так вот как следует и теперь я буду сажать в свежий горшок в чистый потому что здесь вот всякие уже наросты минеральные зелень и все такое сейчас я надпишу и посажу в другой горшок и свежий субстрат субстрат как всегда я приготовила в большой лоханки и с большим количеством перлита я стала класть гораздо больше перлита чем раньше я сейчас покажу на одном как я буду это а потом не на всех буду показывать вот я насыпаю так этот старый я уберу насыпаю субстрат и делаю небольшое углубление вот и помещаю эту кучку сюда в это углубление и насыпаю по сторонам я не утрамбовываю но обязательно приминаю субстрат и еще вот так вот потрясу и я хочу чтобы он был немножко повыше этот кучка сидела у меня эти детки чтобы они не загнили это у меня единственные детки этого сорта я очень хочу их сохранить вот так но все это я посадила потом после того как я пересажу все всех деток я буду продергивать фитили а пока я просто так это я уберу я уже не буду вам показывать здесь вот а пока я просто отставлю на поднос которая приготовила для уже вот покажу вам вот для пересаженных деток я буду его их держать на этом подносе а потом уже буду их расставлять в новый в новое место в новый поднос теперь это но здесь одна единственная детка и пропащий листок уже конечно пропавший не пропащий а пропавший вот но это тоже у меня было посажены 20 июня двадцатого года но эту детку хоть она и выглядит в общем ничего но она уже должна была бы быть гораздо больше чем она есть и поэтому ее тоже нужно пересадить чтобы она как следует росла но еще раз вот показываю я вот так вот отряхиваю землю с корешков отрезать конечно ничего не придется потому что это же детки все они большие растения здесь никаких в общем то нет таких минеральных отложений солей в общем приличный горшок поэтому я его использую и вот так вот я кунаю в этот химикат даю стечь немножко и в рыбный раствор вот так и сейчас я буду сажать так у меня теперь ускоренный процесс чтобы я побыстрее это все закончила мне столько пересаживать что даже страшно про это думать у меня просто руки опускаются когда я про это думаю что мне нужно сколько мне нужно пересаживать вот так все готово я много раз говорила что я снимаю свои видео все как есть без всяких сценариев без всяких украшений вот наоборот я пытаюсь вам показать что может быть что бывает у всех разные ситуации бывают и я конечно не желаю вам того что вы сейчас видите с моими детками и листиками но никто ни от чего не застрахован поэтому я вам хочу показать все как есть так листочек этот был посажен 4 17 апреля двадцатого года он давно пропал и вот это вот детка здесь как вы видите тоже пропала а одна вот выжила вот такая она маленькая но я попытаюсь ее спасти и что я сделаю я вот так сейчас держа за листочек попробую это все просто вытряхнуть из горшка вот так потому что я знаю что там никаких больших корней быть не может и такой крошечки вот и вот она появилась у меня уже более таком виде который мне нравится всего три листочка центра центр есть там крошечный 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 листочек растет и я это тоже я вот здесь вот поставлю сейчас чтобы мне вот так вот так сюда макну такие ванны вот сюда макну и сажаю вот так и я эту детку сажаю гораздо выше чем положено чтобы не дай бог низ не загнил центр потому что она маленькая и центр там такой знаете еле-еле живой и поэтому я ее сажаю повыше вот так все готово это тоже готово но естественно что я написала это все раньше теперь пора менять раствор вот этот налить свежий это я выливаю меня здесь специальная коробка стоит куда я выливаю и я наливаю свежий раствор этого рыбного удобрения и вот этого химиката для всякой дряни которая там может быть так слава богу я ничего не видела пока но знаете как это никто не застрахован от этого и я просто хочу показать что действительно что надо делать так следующий держу вот так за листочек вы видите здесь хорошие детки и вот так я вытряхиваю и смотрю горшок горшок вполне чистый поэтому я его менять не буду и держу вот так вот эту кучку всю за листики чтобы мне ее не разделить и вот так вот макаю в одну ванну немножко вот так и вот так так наберу и сейчас посажу вот так прям ну чуть-чуть и все все это тоже готово теперь у меня есть вот такая деточка как вы видите ну вообще здесь уже даже не былиночки а вообще непонятно что но я хочу сохранить этот сорт это глиттер фаунтейн и попробую это сделать никакой гарантии конечно что они выживут нет но как говорится надо верить в лучшее и попробовать все таки сохранить я тянул за ту которая уже вообще может быть и пропала но пытается выжить вот так и я их не хочу разделять а вот видите здесь еще была одна тоже погибла ой за пошел к я вам хочу сказать от этого рыбного удобрения просто не дай бог вот но ничего не поделаешь потому что это очень хорошее удобрение у меня было видео о нем уже в прошлом году по моему я делала это видео вот и значит я пока полоскаю одной рукой а второй рукой я набираю грунт вот так и вот эту рыбную жидкость я не не совсем даюсь слиться чтобы осталось все таки немножко вот и сажаю я вот так вот высоко высоко я не знаю что с этим получится но обещаю вам что чтобы не получилось я сделаю видео может быть через месяц и покажу как здесь все развивается а но вот этот я все-таки хочу вытащить она нет вот так все как это все будет расти я вам покажу надежды у меня немного на эту именно деточку но посмотрим следующая она конечно вот как вы видите сильная даже листочка еще не совсем пропал вот посажена 11 июня ну и опять я вот так вот в кучку все беру приминаю и стараясь вытянуть вот так вот отряхнуть надо все вот так и да и вот сейчас я буду это сажать я решила знаете сейчас я буду следующие вам показывать на быстром в быстром темпе и без и без комментариев потому что уже это если что-то интересненькое то я вам это буду остановлю и буду говорить а вот такие вот пересадки ну мы уже много раз такие делала я вам показывала вот но все равно я вам просто хочу сказать видите у меня обе руки работают одно я макаю а второй набираю а второй набираю грунт и делаю углубление вот так ну а как же надо же экономить время потому что очень много работы и когда это все я успею если я буду тянуть то неизвестно здесь можно сидеть 24 часа в сутки и еще не все успеть вот я не знаю как у вас а у меня вот так так все это тоже посажена листочек я конечно не убираю и я единственное что могу вот так вот чуть-чуть разнять эти листики чтобы они росли в нужном направлении и все ну я вот сейчас остановлюсь потому что как вы видели весь корневой ком принадлежал погибшему материнскому листочку вот и поэтому вот такая вот маленькая фитюлька осталась но я ее все равно посажу чуть чуть повыше как всегда в таком случае и она у меня будет расти так и еще я смотрю чтобы в центре не оставался грунт в точке роста потому что он может послужить причиной загнивания а нам это не надо вот так вот и похоже что эту детку нужно поддержать вот такими такой бабочкой которые у меня есть я уже показывала в другом видео вот так вот теперь она стоит хорошо еще раз скажу леночка спасибо тебе за эту идею я просто не перестаю тебя благодарить потому что это такая помощь это просто прелесть эти бабочки так и теперь пора менять опять этот раствор потому что концентрация уменьшается и уже не будет такого действия как нужно сейчас налью свежий я сейчас опять поставлю буду делать все в ускоренном режиме просто вам хочу сказать что когда вы видите что у вас вот такая вот жуткая история то не спешите выбрасывать не спешите расстраиваться ну да конечно жалко запустили но все что происходит может произойти у кого угодно как вы понимаете вот надеюсь это не часто происходит у вас вот у меня тоже кстати это не часто это вот у меня первый раз такое это перри потому что был переезд ремонт из города в город это не так легко переехать а потом еще жить в ремонте год вот так что всегда пытайтесь спасти а там уже видно как получится Здесь такая огромная корневая система этих деток. Что у меня прямо даже не будет места добавить новый субстрат. Поэтому мне придется немножко потревожить их и удалить, наверное, часть корней. У меня здесь лезвие есть новое. И я вот так вот сделаю. Ничего с этим не поделаешь. Бывает, что это нужно делать. Потому что их нужно посадить в новый субстрат. И для этого нужно иметь место. Вот так. И сейчас я еще по сторонам чуть-чуть добавлю. Вот так вот. Видите, я добавляю субстрат, который у меня упал на этот поднос. У меня поднос чистый, поэтому это нормально. Ничего страшного в этом нет. Так. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Я посадила это всё в такой вот субстрат с малым количеством перлита. Но это всегда я сажала раньше листочки, где мало перлита. Но за то время, что они стояли вот так долго, они уже начали, ну не то чтобы загнивать, но близко к этому. Вы видите, вот этот листок материнский, он просто мокрый. Он переувлажнён и, конечно, он уже может сгнить. Поэтому вот эти две деточки, я сейчас очень осторожна, так чтобы их не разъединить, я их посажу опять вместе. Я не хотела оставлять вот этот мокрый лист с ними, чтобы они не сгнили. Вот. И вот так я посажу их тоже повыше немножечко. Вот так. Вот. И вот так будет очень даже хорошо. Они будут расти нормально теперь. Вот так. Я теперь не буду вам показывать, когда я меняю раствор удобрения и химиката, а просто буду менять. И вы знаете, что я через каждые три горшочка меняю. И вот так будет. Здесь хочу остановиться и сказать, что сухую верхушку, пластину я убрала, а вот саму ножку материнского листочка я оставляю, потому что она крепкая, зелёная, и она поддерживает деток. Поэтому я её не удаляю. Вот. Это очень важно, чтобы вы знали на будущее, что можно удалить верхушку материнского листочка, а ножку вот такую оставить. вот так, вот. вот, смотрите, я удаляю эти вот все бесцветные листья, и оставляю хорошую серединку только. Но вот этот листок, где растёт пасынок, я его не трогаю, потому что он нужен пасынку. Вот. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Можно полностью убрать И тогда можно убрать уже и корни, которые принадлежат Принадлежали вот этому материнскому листу Они нам уже не нужны Они уже ничего не делают для деток Поэтому просто занимает место в горшочке И все Вот так Вот Все лишнее я убираю А это посажу Вот Я в этом рыбном растворе подольше держу Чтобы они как следует напитались Даже за это коротенькое время Но все равно И не сливаю, как я уже сказала Не полностью Жду, пока сольется Этот Рыбный Рыбное удобрение Оно очень поможет Моим деткам Прийти в себя Вот так Вот эти, посмотрите Стоят со 2 апреля 2020 года Но не погибли Вон растут уже зеленые листочки Поэтому Есть надежда И вероятность Что Они придут в себя Они будут расти Потому что Они уже могли погибнуть Давным-давно Вот так Вот смотрите Что у меня Здесь выросло Один листочек И детка Вроде бы даже И без центра Но я уже говорила вам Не спешите Центр появится Начнут расти Листочки из центра Это было посажено 1 сентября 2020 года Листики зеленые Даже с пестролистностью Я ее, конечно же Буду пересаживать И Ну Больше деток вряд ли Этот листок даст Но во всяком случае Вот эта детка Будет расти Очень даже Хорошо Я уже сказала Что обязательно Буду показывать Ну Не скоро Еще Недели три Должна пройти Чтобы я видела Какой там Прогресс Будет с ними Вот так Вот И опять же Смотрите Я сажаю Обязательно Выше Вы видите А, да вот это Надо убрать Чтобы вам было видно О, там даже центр Есть, посмотрите Есть, посмотрите Вы видите Вот И Насколько выше Центра Насколько выше Я сажаю Центр Роста Розеточки Чтобы был Деточки Обязательно Это вам Я пересаживаю У меня Есть Время Их Мыть Уже Знаете Мне Совершенно Все Равно Что Они Грязные Они Не В Грязи А В Субстрате 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 Хочу вам Показать Вот Эту Детку Посадила Я ее 30 Апреля 20 Года То есть Тоже Так же Долго Как и Другие Но Все Зависит От Сорта Вы Видите Она Конечно Росла Выросла Очень Маленькой Еле Росла Но По крайней Мере Она Хоть Не Белая Не Красная Вот Но Пересадить Ее Конечно Тоже Просто Необходимо Тоже Это тоже хочу показать Вы видите Какая Она Потеряла Листочки Цвет Стали Розовыми Но Она Опять Начала Расти Вы видите Вот В центре Растет Зеленый Листочек Вот И И Это Это Очень Хорош Знак Посажена Она Была 28 Апреля Вот И Конечно За это Время Если бы Она Нормально Росла Если бы Я Ухаживала За ними Нормально То Они Были Большими Как И Другие Мои Детки 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 А теперь я хочу показать вот такой горшочек, где уже давно нет листика, и детки, что это? А, вот это еще одна детка. Вот здесь еще одна детка. А детки уже сами по себе разделились. Значит, их придется сажать все раздельно в разные горшочки. Но теперь как вытащить их? Ну, это тоже не проблема. Так, я подцеплю сейчас. Вот так. И вытащу этот ком. Положу сюда. Вот так. И сейчас я его разберу и посмотрю, что здесь можно спасти. Ну, это, в принципе... Это тоже можно посадить. Кстати, это детка, центр у нее там есть. У нее аж 4 листочка уже. Вот. Так что я ее посажу. Можно посадить. Теперь это надо отряхнуть. Она очень глубоко сидела. Ну, это не моя вина. Она так вот вылезла. Просто не до конца. Вот. И... Вот что мы имеем. И корневая есть у нее хорошая. То есть, нормальная деточка. Маленькая, конечно. Что там говорить. Но ничего. Так. Теперь здесь что? Очень-очень удобно вот это все делать каким-нибудь инструментом. Потому что пальцем так уже не сделаешь. Обязательно сломайте листок. А таким крошечком ломать листок это уже слишком тяжело им будет. Так. Вот этот листочек, он видите какой... Он не мог вылезти как следует, видимо. Вот так вот загнулся. Но удалять я его сейчас не буду, чтобы уж совсем не оголять эту крошку. Вот. Ну, посмотрите. Корневая хорошая. Корешки даже беленькие. Вот. Видите? Поэтому я их посажу. Это хороший сорт. Walkman's Merry Christmas. И... Его, в принципе, любят народ. И он востребован. Вот. Так что у меня вот три детки на посадку сейчас пойдут. Стаканчики. Надписала. Наполнила субстратом. А теперь надо вот делать эту процедуру. То, что я делала со всеми другими. Вот так. И добавлю сейчас по сторонам субстрат. Сейчас посажу все и вам покажу. Вот посадку вот этой крошечки я хотела вам все-таки показать. Я ее, видите, как слабенько держу, так чтобы не повредить. Вот. Вот так. Вот так. Вот так. Малышко можно добавить по сторонам, но, опять же, не заглублять. Такие маленькие надо сажать высоко. Вот это, чтобы новичкам, чтобы было такое правило. Таких малышек только высоко можно сажать. Чтобы центр роста был не вровень с субстратом, а над ним. Так, ну вот, посажены все три. И сейчас они пойдут на поддон. Все. Вот я, наверное, на этом и закончу свое видео. Сейчас покажу, как я буду рассаживать вот эти маленькие листочки с крошечными детками. Это Идис Роузбад. Это мини-трейлер. И вот он у меня в таком виде находится. Посажен 29 августа 2020 года. Вот. И сейчас я его буду рассаживать по разным стаканчикам. И покажу, как, в общем-то, обращаться с этими крошками. Конечно, для новичков. Я понимаю, что опытные фиалководы не нуждаются. Фиалковые любители не нуждаются в этом показе. Но новичкам это пригодится. У меня здесь четыре листика. Но вот этот вот я сажать не буду. Он уж очень маленький, хилый. И не имеет смысла с ним возиться. Значит, три листика. Я вот сейчас сделала новую смесь и переложила немножко перлита. Но лучше перлит переложить, чем не доложить. Значит, я сейчас буду вытаскивать это все. Так. Я за этот беспорядок здесь, конечно, не извиняюсь. Потому что... Вы же понимаете, что это не потому, что я такая неряха. А потому, что это работа такая. Вот. Значит, потихонечку вот так за листик потихоньку вот так вытаскиваем. Но я буду делать это над этой коробочкой. Вот так. И сразу стряхиваю, что можно. Вот так. Потом я еще этим займусь. А сейчас я просто хочу вытащить уже то, что здесь есть. Так. Вот листик отвалился. Это будет сложнее вытащить. Но ничего. Так. Вот я вытащила. И теперь вот так я разделю потихонечку. Потрясу. И теперь вот эти детки без листика. Надо с ними быть очень осторожными. Их разделять сейчас ни в коем случае нельзя. А то они погибнут просто. Вот так вот они будут семейкой стоять. И ничего с ними плохого уже не случится. Как я всегда говорю, я вот так вот их беру. Прямо вот так кучкой. Вот. И сейчас я им две ванны устрою. И посажу. Вот так. И опять же сажаю я высоко. Выше, чем обычно. Вот так. Видите? Вот. Теперь это. Детка. Я хочу стряхнуть как можно больше старой земли. Детки здесь и за листиком, и перед ним. Поэтому я вот так вот опять же держу кучкой. И вот так отряхиваю. Корешки очень хорошие, как вы видите. Беленькие. То есть никаких проблем с ними не будет. Им только нужно свеженький субстрат. И света достаточно, как некоторые говорят. Субстратик, водичка и светик. Так. Вот значит все. Свет я им сделала побольше. Я сделала сейчас на всех полках по 12 часов. Обычно у меня они где-то не больше 10 бывает. А сейчас я сделала 12, чтобы они активизировались в своем росте. Вот так. Вот так. 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 В принципе ничего сложного в этом нет. И как всегда я вас призываю, новичков, не бойтесь. Они вас больше боятся, чем мы их. Честное слово. Вот так. Все. Эти три штучки готовы. И на этом, наверное, я закончу. Потому что у меня еще очень много. И это будет еще целый час. И мне будут опять, меня будут упрекать, что я очень длинные видео делаю. Вот. А сейчас, чтобы реабилитироваться и показать вам, что у меня не все такие вот страшные листики и детки, я вам сейчас покажу, как у меня растут другие детки нормальные. Я вам хочу сказать, как это все-таки получилось. Эти поддоны, на которых вот эти вот страшные листики с детками стоят, стояли, они у меня стояли на самом верху, на стендах. И у меня получалось так, что я вот так вот плесну туда воду или забуду вообще. Короче, они у меня там стояли, можно сказать, почти позабытые. Вот. Так делать нельзя, конечно. У меня такого никогда не случалось. Ну, вот в том году у меня так вот было с этим переездом, с ремонтом. Вот. Но, да, и я не могла уменьшить количество этих растений, потому что... Ну, они уже были, видите, вот они уменьшились сами, потому что я очень много выбросила вот так. То были перелитые, то были недолитые, то пересохшие, в общем, или залитые совсем. И мне пришлось поддон 4, наверное, или 5 я уже выбросила. А эти вот я спасаю. Ну вот, теперь пойдем посмотрим, какие у меня красивые детки растут. Вот эти пересаженные детки, которые я сегодня пересаживала. Я специально их сейчас снимаю и оставлю этот клип для следующего видео, которые я буду снимать, ну, где-то недели через 3-4, посмотреть, как они себя будут вести. Вот эти детки у меня не пересаженные, а просто отсаженные вовремя. И вот так они у меня растут. Единственное, что я делала, я убирала ювенильные листочки, чтобы им было легче расти. Но как у меня освободится немножко времени, я их буду потихоньку пересаживать. Те, которые нуждаются. Ну, такие есть. Если я вижу там, что земля нехорошая, мне не нравится, вот как, например, у этой детки, то я их буду пересаживать. Вот. А там у меня, детки, уже стоят те, которые я вот так же купала в двух ванночках и сажала в свежий грунт. Это тоже у меня уже стоят в таком виде, чтобы у них было расстояние между ними, чтобы они могли расти. Вот. А видите, вот это опять я пропустила момент, когда надо полить. Вроде пару дней назад поливала, опять все пересохло. Так, ну, буду поливать. А вот эти детки, у меня просто душа радуется на них. Глядя, это такой сорт, который я просто обожаю. Это Garnet Elf. Вот я вам сейчас его покажу. Ой, одной рукой неудобно. Вот. Garnet Elf. Я вставлю для красоты фотографии цветов, как он цвел. Это было что-то вообще нечто. Красота неописуемая. Вот. А там у меня стоят еще детки, которые нужно расставлять. И некоторые из них тоже надо будет пересаживать. Здесь уже довольно крупные. Вот у меня Glass Slipper. Вот они растут. Вы видите, какие уже вот такие крупные. Может, уже даже и зацветут скоро. Вот. А здесь еще маленькие. Ну, вот все, что я хотела вам сказать сегодня и показать. И, пожалуйста, не бойтесь работать со своими фиалочками. Все у них будет хорошо. Главное, чтобы их вовремя пересаживать, поливать и давать достаточно света. Всего вам доброго. Желаю, чтобы ваши все цветы цвели пышно, росли без проблем. И чтобы нам всем всегда было до цветов. Чтобы мы с ними занимались с удовольствием. Оставайтесь живыми, здоровыми. Заходите ко мне в гости. Спасибо, что посмотрели до конца. Пока-пока. Пока-пока.